сегодня у нас с вами цезарь салат вы скажете только ленивый в ю тубе еще не приготовил цезарь салат да я не приготовил ребята я планирую вам сегодня дать все-таки что-нибудь интересное и новое у нас с вами будет фуршетная версия цезарь салата в двух словах о цезарь салате о его истории происхождения для тех кто не знает этот салат был придуман в 1924 году в то время в городе тихуана жил шеф-повар звали его цезарь кардини у него была сеть небольших ресторанчиков а в тихуане тихуана это городок который находится в мексике на границе рядом с городом сан-диего буквально несколько километров друг от друга в то время в америке был сухой закон цезарь кардини поэтому и создал небольшие рестораны именно в мексике потому что там сухого закона не было и все из города сан-диего приезжали к нему выпить и закусить день независимости америки праздник в одном из ресторанов в котором работал именно цезарь был уже вечер конец рабочего дня гости не собираются расходиться продолжают пить гулять веселиться требуют еды на кухне еды уже практически нету и в этот момент гениальный повар буквально из ничего создает шедевр в холодильнике он нашел яйца оливковое масло салат черствый хлеб и цезарь выиграл джекпот этот салат настолько понравился посетителям ресторана что очень быстро он стал популярны и из мексики он пошел дальше 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 53 году цезарь салат считался одним из лучших американских салатов созданных за последние 50 лет в 2000 году цезарю салату присвоено звание лучший салат за историю человечества и как достижение кулинарного искусства вот такие вот дела вот такой вот интересный достаточно простой вкусный но в то же время именитый салат давайте мы его приготовим посмотрите может быть вам что-то понравится из чего традиционно готовится цезарь салат есть две разновидности салатных листов первое римский салат римскому салату ну может быть две тысячи лет о нем упоминание в различных трактатах он был известен именно в италии поэтому и называется римский салат его раньше использовали не для еды раньше его использовать для лечения для примочек различных и тому подобное и уже позже стали использовать в пищу ориентировочно 50 лет назад французские селекционеры относительно биологического материала римского салата создают литл джем то есть маленькая жемчужина это практически один в один с римским салатом поэтому мы с вами можем использовать именно вот этих два салата и у нас с вами получится тот самый аутентичный правильный вкус многие используют китайскую капусту и прочее прочее другие салаты там ледовый салат например конечно да это допустимо но это уже будет что-то другое сейчас нам необходимо помыть салат моем не в проточной воде а в большом количестве воды отделяем листочки у римского салата отделяйте буквально вот так вот целиком не надо его пока что резать хорошенечко мой каждый листочек вот таким образом помыли стряхнули в общем то этого достаточно но в любом случае это уже хорошо вы уже вымойте оттуда землю и песок дайте ему стечь минут через 5-7 мы его просто промокнем бумажными полотенцами и этого достаточно то же самое мы с вами делаем с маленькой жемчужиной также отправляем воду помыли стряхнули сушиться и чего же делается знаменитый цезарь дрессинг он делается на основе желтков сырых желтков яйца эта тема очень важная и очень даже опасная и так что нам нужно знать о яйцах во первых яйца я вам рекомендую покупать только в магазине на яйцах должны стоять печати яйца необходимо помыть ни в коем случае не начинайте делать свой дрессинг из немытых яиц мы же прекрасно знаем откуда выходят эти яички яйца на птицефабрики не моют потому что если они их помоют то они очень быстро пропадут так чтобы они не были скользкие вы это почувствуете следующий момент яйца из магазина прекрасно но они должны быть свежими как определить что яйца свежие набирайте воду и опускаем яйца ведь они лежат на дне это говорит о том что яйца свежие как только яйцо всплыло или даже до половины из этих яиц ни в коем случае нельзя делать не майонез никакие либо дрессинги их только жарить и варить это варить только в крутую следующий момент мы только что сами помыли салат у меня прошло минут десять его необходимо подсушить потому что лишняя влага нам испортит дрессинг бумажным полотенцем обсушили его важный момент ребята кончики салатных листов обязательно нужно срезать потому что они будут горчить у жемчужины тоже обязательно вот эти вот в темные кончики срезайте как закончите подготовку салата сразу отправляйте его в холодильник так чтобы он у нас с вами был свеженький и хрустящий давайте будем делать с вами дрессинг нам понадобится 3 желтка столовая ложка дижонской горчицы среднем столовую ложку белый винный уксус все смешали следующий момент теперь нам необходимо добавить оливковое масло именно оливковое масло нужно добавлять его тонкой струйкой для того чтобы это сделать я налил специальную профессиональную бутылочку если у вас такой бутылочки нету то наверняка у вас есть носик который одевается в обычную стеклянную бутылку короче говоря нужно добавлять понемножку если вы добавите сразу большое количество то ему если у вас не получится видите как густо нам сейчас нужно с вами осветлить чем просто обычная вода буквально столовая ложка папа ибо наш дрессинг становится светлее жижи добавлю еще масло в итоге на 3 желтка я использовал 220 грамм оливкового масла столовая ложка сока лимона замечательно еще воды так еще воды в итоге у меня грамм 50 обычной бутылочной воды следующие и самые главные ингредиенты которые дают нашему дрессингу тот самый правильный вкус это анчоусы 30 грамм анчоусов масло мне не нужно сливаю меленько меленько режем нам нужна буквально паста 3 зубца чеснока все смешали делаем пасту вот такая вот у нас с вами история замечательно получается все сюда да это будет мощный вкусный дрессинг совершенно верно кстати ребята все добавляют анчоусы в дрессинг с цезарь салата на самом деле цезарь кардини никогда не использовал анчоусы он использовал соус форчестер анчоусы стал добавлять его брат алекс кардини он был военным летчиком и когда он закончил службу в армии вернулся к своему брату помогать ему в ресторанном бизнесе и вот именно он стал добавлять анчоусы в дрессинг и салат это назывался уже не цезарь а салат авиатор по сути мы все с вами сегодня делаем не цезарь а салат авиатор вот какой парадокс про алекса никто не помнит все только знают цезаря ну да ладно какая разница кардини до кардини все это дело с вами смешали аккуратненько вот так вот добавим сюда щепотку черного перца и последний штрих это пармезану 2 столовые полные ложки натертого пармезана мешали добавлю к я еще немножко воды дрессинг у нас с вами должен быть легкий не тяжелый обратите внимание он совершенно отличается от обычного майонеза другой цвет другая консистенция ну и соответственно вкус конечно будет другой попробуем вот это да вот это я понимаю вещь добавлю чуть-чуть соли вы скажете добавил анчоусы да я добавил анчоусы но все равно соли хочется добавить и добавим сюда еще половину столовой ложки торсенькового сахара попробуем еще да вот теперь идеально дрессинг можем с вами слить в другую емкость более привлекательную закрываем пленочкой отправляем холодильник сейчас мы с вами погрилуем курочку куриную грудку соль черный перчик и маринуем в оливковом масле совсем немножко мой гриль горячий давайте курочку пожарим жарим минут 5-6 с каждой стороны по две с половиной три минуты так у меня прошло в среднем две с половиной минуты обратите внимание как понять чтобы ваша грудка уже практически готова вот видите она мне лежала только на одной стороне уже даже сейчас видно что она почти готова вот осваивать а концу вот эти два кусочка перевернули даем еще две с половиной три минуты и все вот этот кусочек у меня потолще поэтому я его слегка придавлю ускорю процесс приготовления ну вот смотрите-ка видите какая курочка у нас с вами сочная видите какая красотища куриную грудку ну как и стейк хороший главное не пересушить мясо должно быть нежным сочным ну все мяско готово вот она у нас красавица я достал дрессинг из холодильника пару столовых ложек для нашей курочки да прям горячую курицу этим дрессингом она сейчас напитается этими ароматами вкусами будет вообще просто бомбическая нам нужно курицу эту охладить она нам понадобится именно холодная добавляем немножко пармиджану пахнет это просто невероятно ребята просто ее конечно можно подавать отдельно но мы с вами делаем канапе охлаждаем до комнатной температуры давайте возьмем пару лепешек тактиле слегка и и нагрели подрумянием шо убираем закрываем их полотенцем для того чтобы они были теплыми и сильно не подсохли дожидаемся когда курица остыли заканчиваем наше первое блюдо мяско остыло посмотрите как выглядит наш салатик ну чудо листочек листочку хрустящий нежный вы посмотрите следующий момент мелко нарезаем курицу вот видите буквально так вот небольшой кусочек лучка красного лучка листы нашего салата салат роман римский салат и точно также режем достаточно мелко вот так вот так ребята помните листья должны быть сухими после холодильника достали посмотрели если влажный еще промокните бумажным полотенцем так все возвращаем обратно нашу тарелочку в которой было мясо заканчиваем с нашей начиночкой добавляем пока две больших столовых ложки смело еще две ложки чуть-чуть черного перца щепотку добавлю немножко чили для характера смотрите не переборщите соус видите какая консистенция то есть салатик достаточно влажный но в то же время он не мокрый столовая ложка пармезана так эксперт дегустируйте очень вкусно супер я очень рад друзья уверен что вам тоже понравится давайте заканчивать это место смочите нашим соусом забиваем пустоты пищевая пленка и закручиваем достаточно плотненько наши колбаски готовы отправляем их холодильник в среднем на час-два вообще я рекомендую вам делать такие рулеты заранее часов за пять за шесть например вечером у вас вечеринка много гостей спокойно сделайте все заготовки днем в холодильник и вечерком просто нарежем и подадим сейчас мы с вами начнем готовить салат номер два готовим крутоны это классика итальянский хлебушек вы можете использовать не свежий хлеб так чтобы он был подсохший это для крутонов будет прекрасно я растопил столовую ложку сливочного масла добавляю сюда столовую ложку оливкового крутоны в емкость выдавливаем два зубчика чеснока включаем духовку на 200 градусов наше маслица оливковое и сливочное листики тимьяна среднем чайную ложечку на лист духовка 200 градусов запекаем до светло-золотистого цвета так ребята у меня прошло восемь минут посмотрели какие эти красавчики давай давай но это еще не все это точно так тертый пармезан прямо эта чашка отправляем духовку еще буквально несколько минут нам нужно чтобы ее расплавился пармезан наши крутоны практически готовы сейчас мы с вами сделаем еще жареного пармезана среднем 100 грамм распределяем я много не делаю я просто хочу вам показать показать что мы с ним будем делать как каким образом мы будем у вас сервировать так вот у меня буквально 10 секунд постояли это что происходит дадим еще буквально секунд 15 замечательно белому вину да ребята если бы вы могли почувствовать какая же это вкуснятина и какой-то аромат как же я люблю готовить а вкусно готовить еще больше наша куртоны готовы а попробуй нежный мягкий да то что нужно я снизил температуру духовки на 180 градусов отправляю наше пармезану заводите таймер буквально на 35 минут и следите очень важный момент пармезану должен поджариться до светло-желтого цвета но чуть-чуть такое знаете начало коричневого если будет коричневый цвет то сыр будет горчить все испортим прошло мне 7 минут 180 градусов температура цвет видите какой все если будет чуть-чуть темней то наш срок будет горчить пусть охлаждается наша сыровяленая домашняя ветчина как ее сделать посмотрите вот в этом видео отправляем духовку бекончик нас поджарился вот такой вот хрустящий среди прошло мне 17 минут все готово пришло время сервировать вот несколько листочков которые у меня остались точно также режем миленько две пластинки бекона он нас хорошо подсушены вот так вот его в пыль крошим небольшой кусочек лучка столовую ложку нашего замечательного дрессинга даже давайте деда вот так вот 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 Ребята, прошло у меня два часа, посмотрите, как выглядят наши рулеты. Очень-очень острым ножом нарезаем, вот так оно должно выглядеть. Музыка Ну, ребята, вот наш цезарь-салат. Давайте дегустировать. Кстати, вы поняли, да, что это соус? На тот случай, если вдруг кто-то захочет. Я наверняка захочу. Вот так вот. Вот дополнительно. Вот такое у нас с вами идеальное канапе. Ребята, вы обязаны это приготовить. Обязательно попробуйте, обязательно. Следующий жареный пармезан. Просто белисимо. Невероятно вкусно. Несмотря на то, что мы, в принципе, сделали одну базовую идею, соус, похожие у нас ингредиенты, на самом деле, вот эти два блюда, они совершенно отличаются друг от друга. Очень выразительный вкус, нежный, легкий. Вы их можете поставить как закуску в начале вашей вечеринки, так и в конце, когда уже, скажем, со стола все убрали. Даже десерт, когда вы покушали, вы же продолжаете веселиться. До утра еще осталось время, выпивайте шампанское или что-то вы выпиваете. И вот такие вот легкие канапе, вот такие легкие бутерброды будут в самый раз. Друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно сегодня. Увидимся в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok